Здравствуйте! В студии Дмитрий Нечаев. Это колонка главного редактора. Мы работаем, чтобы у вас была самая важная и точная информация, ведь это так актуально в нынешнее непростое время. Ну а оно, увы, таково. В Тверской области за сутки коронавирус выявлен еще у пяти человек. Умерших, кстати, от COVID-19 по-прежнему, к счастью, по официальным данным в регионе нет. Напомню, что вчера были выявлены сразу аж семь заболевших коронавирусом. Как сообщает региональный Минздрав, всего по настоящее время в Тверской области подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Трое заболевших выздоровели и выписаны уже из больниц. И 21 человек, с учетом вот этих вновь выявленных, проходит сейчас лечение. Сегодня начну с ваших сообщений, которые вы присылаете на нашу горячую линию по телефону 341 341. И вот одно из первых же сообщений. Губернатор Тверской области, пишите вы, издал указ о регулировании цен на продукты питания. Но, дальше называется магазин на Комсомольском площади, за сутки цена яблок поднялась на 40 рублей. Почему указы губернатора не выполняются? Ну, указы губернатора, я надеюсь, будут выполняться, потому что буквально только что им выпущено постановление. Отвечаю вот на ваш вопрос. Буквально только что губернатор региона Игорь Руденя поручил усилить мониторинг цен в магазинах Тверской области. Это произошло на заседании оперативного штаба Тверской области. Буквально, как я сказал только что, по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. И вот, как подчеркнул губернатор Игорь Руденя, это направление необходимо усилить в связи с обращениями вот такими поступающими от жителей региона. Должна быть представлена объективная картина в сфере торговли. Что для этого нужно? Для этого нужно в том числе привлекать независимых экспертов. Министерство промышленности и торговли Тверской области ведет ежедневный контроль положения в торговле на основании сведений администрации муниципальных образований, которые ведут торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Атак», «Глобус-Лента», «Метро», «Универсал». Этот мониторинг обеспечен в рамках перечня товаров, определенного Минпромторгом России по 32 наименованиям продовольственных товаров и 20 непродовольственных, в том числе детских. По актуальной информации, повышенного спроса на товары длительного хранения, такие как гречневая крупа, рис, макароны, изделия мука, сахар, не наблюдается. Приемка товара от поставщиков и распределительных центров ведется торговыми сетями ежедневно с учетом объема продаж соответствующих и соответствующих спросам. Дефицит товаров в торговых сетях пока не отмечается. По состоянию на 9 апреля динамика цен на товары к уровню предыдущего дня в целом стабильна, сообщает Пресс-служба областного правительства. Но и значительного роста или снижения цен тоже не наблюдается. Зафиксировано только незначительное увеличение розничных цен по отдельным позициям, в том числе это связано с сезонными факторами. Для выявления и пресечения необоснованного роста цен на товары первой необходимости, мониторинг розничных цен ежедневно направляется в управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области. Напомню, что это было сообщение Пресс-служба правительства, но вот оно стало ответом на вопрос нашего зрителя. Еще есть вопрос. Вопрос следующий. Многие приобрели проездные льготные карточки на проезд в апреле, указывается их стоимость, но использовать их из-за ситуации с коронавирусом не было возможности. Могут ли вернуть за них деньги? Как быть в такой ситуации? Отвечаем. Сроки действия планируют продлить, как, например, было сделано в Москве. Пока же правительство Тверской области сообщили о продлении срока действия безлимитных проездных билетов для школьников до 31 мая 2020 года. И, кстати, хочу сказать, послабления коснутся не только карточек на проезд, а вот, например, собственникам квартир и жилых домов окажут поддержку. Согласно постановлению правительства Российской Федерации номер 424, граждане временно не будут штрафоваться за просрочку оплаты коммунальных услуг, вывоз мусора, просрочку замены счетчиков на воду, газ, электроэнергию, не будут отключать пока в случае неоплаты всей энергоресурс. Я бы не сказал, а не сказал, электроэнергию, газ и воду. Но надо отметить, что льготы не означают списание долгов, и до 1 января 2021 года все равно нужно будет оплатить все эти ресурсы, если вы их потребили. Ну, а действовать этот режим начал с 6 апреля и продлится до 1 января следующего года. Теперь несколько слов еще о нескольких ваших вопросах. Ну, поступают даже и такие курьезные вопросы-предложения. Например, когда будут отлавливать приезжих москвичей и возвращать их обратно. Но я хочу вам сказать, что ни в коем случае этого делать не надо. Если вы подозреваете, что кто-то, возможно, является переносчиком какой-то инфекции, то, наоборот, нужно держаться подальше. Ну, а москвичи, я надеюсь, что с пользой и безопасно для себя проведут и для нас это время в нашем регионе. И когда наступит срок, то и сами вернутся туда, где они проживают. И вот еще один вопрос. Правда ли, что одиноким пенсионерам предоставляются бесплатные продовольственные пакеты? Если да, то кто и где может их передать и как их можно получить? А вот здесь я хочу проанонсировать нашу программу. Буквально в понедельник, и, может быть, в крайнем случае, во вторник у нас выйдет специальная программа «Тема дня» с часу до двух, где как раз очень подробно будет рассказано, в том числе и об этом. О той помощи, которую сейчас получают, ну, в первую очередь, малоимущие и пожилые граждане нашего региона. На этом наш выпуск подошел к завершению. Я хочу пожелать вам спокойных, самоизолирующих выходных. Берегите себя, берегите своих ближних, соблюдайте все меры безопасности. Я надеюсь, что в понедельник мы с вами встретимся, и хороших новостей будет больше. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова